И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, и я продолжаю играть в Ark Survival Evolved. Только на этот раз я играю на сервере Tamagotchi и, ну, понятное дело, с модом Анунаки. Вот, и, собственно, что я хотел сегодня сделать. Ну, начнем с того, что последняя серия, то есть из-за чего меня бомбануло, это, так сказать, серия должна была выйти про... Про, господи, золотых додо. Что они из себя представляют, для чего их томить и что это даст. Вот, ну, меня бомбануло, собственно, я вкратце рассказал, то, что просто сервер лаганое говно, и в том плане, что очень долго запускался, меня это бесит. Вот, суть до дела в чем? Прогрузка, у меня тут два браузера запущены, я решил запустить. Суть до дела в чем? В общем, сменил я сервер и все нормально. Только сегодня тоже была проблема, мод обновился, а админ спала. Вот, ну, кто следит за вот этим всем делом, то есть за сервером, она спала. И суть в том, что как раз мод в это время обновился. Вот, в какой-то веке решил отдохнуть, и такая вот подстава оказалась. Ну, да ладно, сегодня день потратил, потерял, ну, зато сам тоже немножко отдохнул. Из-за чего вчера не вышла серия, это из-за того, что, собственно, вот, я ничего не снял, поэтому, собственно, серия не вышла, но зато сегодня начало довольно-таки эпичное. Почему? Вот все, что вы видите, сейчас у меня в инвентаре лежит, это я все залутал с фиолетового луча. Абсолютно все с фиолетового луча. Такие вот делюхи. Так, пойду я сейчас чуваку вон там сброшу, он там что-то строится, строится, строится. Вот. Я вот сейчас, короче, вот это вот фигнёдок-то выбросить. Мне потому что щит долбая нафиг не нужен. А если фон увидит, то ему он пригодится, надеюсь. Ну, а если фон нет, то вообще когда пофигу. А вот. И, собственно, вот нормальные такие шмотки. Щиты, конечно, мне ни нафиг не нужны. Прикольная штука, да, и так далее. Но я обычно вздыхаю раньше. Да и защититься я ими не умею. Да и закрывает ими пол лица, это просто абзац какой-то. Так, и вот. Отменить. А вот. Что же я сегодня буду делать? Ну, конечно же, томить дудо, пытаться искать этого дудоху и уже пытаться его притомить игрока Адзака. Я так и думал, что он где-то здесь будет развиваться и строиться. Ну-ка, давайте посмотрим, Адзака здесь или же... Нет, ему нравится здесь строиться. Ну-ка, 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 ну-ка. На, чё за... Ну, давай-давай, прогружайся, карта! Карта, прогружайся! Сейчас, сейчас я уже отключу. Так. А чё он такой огромный? А, их тут два! Вот чё он такой огромный. Да, он как бы вроде бы даже и не здесь, что ли. Ха, интересно. Но, собственно, вот он, его шнептер уже здесь, значит, что он где-то здесь недалеко. Так что, к варианту, можно где-то здесь вот и дрыхнуть. На вот этой вот скале. Вот. Нет, ну, первым, его явно здесь. Хе-хе-хе-хе. Вот, и, собственно, что же была за проблема? Проблема была в том, что я думал, что томить можно прайм-митом. Сначала митом, прайм-митом, потом рыбой, прайм-рыбой. В общем, ничем оказывается. Оказывается, ничем. Оказывается, нужно томить редкими грибами. Вот так, давай-ка я вот у тебя это все скину. Вот, нужно томить редкими грибами, кстати. О, прожаренный стейк, давай-ка использовать. Отлично. Вот, у меня редкие грибы, и ими нужно и томить. Вот, ну, по крайней мере, мне Адзака написал. Он же донатер на ютубе. Ну, в смысле, ник у него донатор. Вот, он мне написал, и, собственно, я рассчитываю, что вот у Белой Волки, что все будет прекрасно, так сказать. И именно это и нужно. Кстати, на моем месте, где я люблю строиться, здесь... Ой-ой-ой-ой. Здесь построены... построились Белой Волки, и первый раз, когда я зашел на сервер, я загрузился у них на территории. Просто тупо загрузился у них на территории, и все. Ну, у меня потом админовые... вытащила оттуда телепортнула и так далее, так что все хорошо. Вот, администрация здесь вполне хорошая, адекватная, так что все нормально. Так, ну, а я что? Я пошел искать дудо? Конечно же, пошел искать дудо. Ну, что, как говорится, вспомню, то расскажу. Вот, да, ну, кстати, у меня там... Медведь уже я 530-го левела притомил. Он ему плюс 200, а 43, что ли, левела стало. То есть он скоро будет 800 левел. Так что все вполне неплохо. Вот, ну, а что ж сейчас? В общем, пошел искать дудо, хоть золотую. Офигеть, смотрите, кого я увидел. Я первый раз его увижу. Как он называется? Сильвер Зам Дудо. Ну, просто дудо, зомби, И он... А, зомб дудо. И он в шляпе. В шляпе ведьмы. И он агрессор, интересно? Ой, стейк закончился. Твою мать! Иди в жопу! Дебильное создание. Он агрессор. Эй, нафиг тебе, короче, тебя. Может, хотел посмотреть, если что-то, может, что-то, типа, здоровье, сколько, говорю, и так далее. Но что-то я как-то очкую. Вот сейчас пойду и к волкам тебя выведу. Может, они сработают. У него там пушки у волков, яманал. Но он от виверн, наверное, не защищается больше. Так сказать, служит больше для защиты от виверн, нежели от... чего-то еще. Ну, ладно, блин. Ночь сраня, а я пошел дальше искать. Кстати, вот такого-то царь не вылетает здесь, можно так сказать. Чемпион Кецель Куатль. Это... Это офигенно. Как я понял, это что-то типа, как Альфа, только Кецель. И, по ходу дела, только именно Кецель была чемпионами. Вот такие вот дела. Вот, ну... Притомлю, притомлю я его. Посмотрим, что-то как он на себя представляет. Но... Когда-нибудь потом. Когда у меня будет обычный Кецель, я смогу просто вставать на платформу и бабахать по нему, потом обратно за ним лететь и так далее. Потому что по-другому вариантов нету. Вот. Ну, а пока... Я ищу, я ищу, ищу эту Дрохоген. Опять вернулся в итоге от Зака. И вот у меня еще... Еще дополнительные ресурсы. Да уж. А я все еще не могу найти. Сейчас пойду к обелиску лететь. И, кстати, тоником низе я очень даже, так сказать, в тему. Потому что я очень много нахожу рецептов. И, понятное дело, я эти предметы уже изучил. Вот так, к примеру, прямой электрокабель, вертикальный электрокабель. Холодильник, кстати, изучил. Но, опять-таки же, холодильник нужен, потому что нужен будет кондиционер. То есть кондиционер без холодильника не изучается. Собственно, поэтому пока что... Холодильник пускай у меня будет изучен. Но, к примеру, электрокабеля мне уже не нужны. А это означает, я энграммы сэкономлю. Да, я понимаю, у меня сейчас энграмм 122. Но, в целом, я хочу сброситься. Сброситься, немножечко сброситься. К примеру, скорость передвижения мне сейчас уже такая сильно большая не нужна. 130 хватит. Вот, внусливость, по-моему, дело, такую же оставлю. Еда оставлю. И что-то еще хочу поменять. Стойкость, к примеру, нужно будет увеличить. Вот, поэтому такие вот дела. Так что эта штука мне сейчас очень даже сильно пригодится. Но хотя бы на данный момент все переместить в тиро. И дальше на поиски. Еброзитэ. Так, ну что, прошло, в общем, часа два с половиной, наверное. Да, не, наверное, даже часа три прошло времени. Я просто решил, ну, думаю, онлайн люди, и пока они онлайн, понятное дело, я не смогу ничего сделать. Вот, и в этом пошла основная проблема. Так вот, что я запустился? Вот видите, платформу Кецеля. Вот с таким заходом. Рот, ну напишите мне, как ее делать. Реально просто, тупо обычная металлическая платформа, и нет проблем. Или же как? Просто я еще из металла так все и тищи ни разу не строился. Но из камня я так не могу состряпать. Хотя, это что такое? Промышленное плавильня. А, это обычное промышленное плавильня. Вот. И в чем прикол, я даже вот так из дерева не могу состряпать. Я не знаю из-за чего, как это делать. Но я не могу так сделать. У меня не... Можно разрушить. А, ну понятно. Это просто конструкция такая. Блин, прикольно. Вот. Не получается у меня так ее ставить. Мне нужно обязательно стенки ставить, чтобы он сатакивался. Здесь же у него три их. А, я не знаю. Напишите в комментариях реально, как это ставить. У меня нифига не получается. Это звучит очень глупо, но реально не получается. Потому что это полный абзац какой-то. Ладно. Поищем еще. Бадоху. Все-таки я не прекращаю искать. Отдохнул немного, но зато не прекращаю искать. Залутал 6 фиолетовый луч. Кстати, там была, получается, перчатки желтые. Я их на меня уже. И решил включиться. Вот, кстати, чертеж кондиционера. Теперь мне можно кондиционер и холодильник не изучать. Потому что у меня здесь есть чертеж холодильника. Это очень даже круто. И это сэкономит мне немало, так сказать, очков инграм. Потому что я просто-напросто уверен, что мне на все не хватит. Хоть и левел максимально 150, но я думаю, что мне не хватит на все. Прямо изучением. Вот, такие вот дела. Вот. Ну, в целом-то мне понравилось, фиолетовый лучший лутать. Но одно плохо. У меня просто-напросто не хватает веса. Немножко повыкидывал. Но, в основном, стрелы повыкидывал. Но суть остается сутью. И веса у меня прям категорически не хватает. Ну, хотя 142 металла, к примеру. Это очень даже довольно-таки неплохо. Дофигища патронов разного типа. Ну, кстати, плохо-плохо, что на этом сервере патроны стакаются по 50. Ну, блин. Ну, патроны и по 50. Ну, вы что, прикалываетесь? Ну, хотя бы по соточке. А лучше по пяти соточке. Ну, это же будет логичнее. Потому что, как бы, это же патроны. Так же, как и стрелы. Вот. Стрелы, кстати, повыкидывал. И стало легче соточку. По соточку. Не, не соточку. Наверное, 60-й так освободил веса. Что довольно-таки неплохо. А, проблема. Проблема. Не могу найти. Обитает они на пляже, а найти я не могу. А тут еще я обосрался просто до жути как. Золотой луч, и меня выкинуло. Вот там, да, думаю, как оно. А я-то на земле. А я-то около озера. А там, да, очень много хищников часто бывает. Ну, в этот раз мне повезло. Жив. Как видите, жив. И, собственно, ох, повалило дерево. Ну, ладно, что. Пошел дальше искать. Посмотрите, что за бедным саркастом. Я не знаю, что это такое, но у него ход я бы где-то застрял. Давайте посмотрим, где он на него застрял. А, он сам в камне застрял. Отлично. Не повезло чуваку. Не повезло. Додох не нашел, зато встретил каких-то обезьян. Сапфировая. Так, где у меня-то, господи. Я аж с перепугу забыл, где у меня находится труба. И... Амитисто-амитисто-амитисто-обезьяна. Они первого левого. Я не знаю, что они... Да, как они... Твою мать, я обострался. Эм... Слушай... Нет. А с какого перепоя вы решили напасть на меня? Слушай, реально нападают на меня. А может это из-за того, что эти обезьянки испугались, и поэтому на меня все нападают? Ммм... Интересно. Интересно. Но суть в том, что я этих маг как ни разу не видел. Напишите в комментариях, что это такое, и вообще... Для чего они... Есть ли возможность их поймать, и... Я хочу одну убить. Так-то... Ой, блин. Вау! Ну, в тебе хп, зараза, ты долбаная. Так, стоять боятся. Я уже боюсь. Без возможности вылететь в никуда я очкую. Точно, они просто говорят... А-а-а, меня атакуют, спасите! И вот они все на меня согрались. Причем в мать его радиусе! Вы посмотрите, откуда они бегут! Обалдеть! Нет, к такой марточке лучше подходить при наличии какой-нибудь рекса, гигантозавра и так далее. Не хочу. У меня их еще нету. Да уж, я за это время альфа-додо уже нашел троих или четверых. А вот, к сожалению, гол-додо ни одного. Да уж, зато лучше лутаю, тая ось твою мать. Фу, я обосрался. Чего? Наверное, мелкий говноед. А-а-а... Я не знаю. У меня уже бомбит от этого. Я не могу ни одного найти. Да уж, в отчаянии уже спросил в чат, где они находятся, вообще они существуют или нет. На что этот человек мне ответил. Да, существуют, видел у меня парочку. И я понимаю, что это закон подлости. И когда нужно, ты их не найдешь. Когда не нужно, они зараза встречаются постоянно. Но, эту вот череду дерьмовых событий, меня обрадовала вот такая вот штука. Это золотой, этот, блядам, луч. Ну, с одной стороны, обрадовался, с другой стороны, не очень. Ну, хотя, опять-таки же, гель-удильщика просто так легко не достать на первых парах. Что довольно-таки неплохо. Вот, конечно, жаль. Но все же. Вот, кстати, почему ботинки всего лишь металлические простые, я не знаю. А, кстати, ботинки металлические простые, отлично. А то у меня простые хитиновые. Беспонтовые. Вот, это уже неплохо. Так что, даже бронька меня, может, так сказать, порадовала. И это отлично, да. У меня были фиолетовые. Вот я лупиня. Ну, ладно. Благодаря этому всему я хотя бы увидел, что у меня и были фиолетовые ботинки. И это просто замечательно. Ну, в общем, как я уже сказал, я не знаю, что за фигня. Иди ее искать. Автотутиль. О, большая платформа подъемников. Прикольно. Может, и мне нужно будет изучать. Ох, ладно. 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 Летаем дальше. О, синий луч. Ой, приземляется. Хе-хе-хе. Хотя, там опять будут патроны, оружие и так далее. Ну, и в топку. А вот, кстати, Адзака находится где. Не знаю, почему его птер там находится один, а его основная база вообще здесь. Ну, вот на его основная база, оказывается. Такие вот дела. Ну-ка, давайте-ка посмотрим, как она выглядит. Да не как просто фундаменты. О, стоять. Яйцо. Обычное яйцо подобрать. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Твою мать, я перегруженный. Черт, придется яйца выбросить, а. Я сейчас хочу еще луч как бы залутать. Вот это, конечно, жадность. Сейчас патроны буду скидывать без вариантов, потому что... Потому что... Потому что все плохо. Пою же шметь. Смол. О, бронька. О, да ну как, я лечу, я лечу. Протяга, делается патроны скидывать. Потому что яйцо я хочу сохранить. Так, кстати, боевой тартар, если в... Заюзать на этом, на приручаемом, то он тоже голодовать будет быстрее. Потому что там у него функция такая, чтобы есть захотеть быстрее. Ой-ей-ей-ей. Ну, дробаш, наверное, буду скидывать патроны, потому что мне нафиг не нужно. Ну и на пистолет. На винтовке оставлю. Хе-хе-хе-хе. Ох, блинский. Вот это я загруженный. Переместить. Все. Ну да. Обалденно. Просто загруженный. Яйцо оставлю. Или уж яйцо лучше сбросить. Эх, жалко. Все-то у него тут заперто. Кровать не заперто. Хотел положить, смотрю. О, холодильник. Ну, холодильник сейчас сложу. Заперто. Генератор. Ну окей. Тоже заперто. Все у него заперто, видите ли. Эх. Ну ладно. Что поделать? Что поделать? Ящик где-нибудь рядом поставлю. Туда сложу. Все равно жалко выгидывать. Блин. В общем, положил. Я поставил здесь ящик. Не знаю, увидит, не увидит. Написал его яйцо гиги. Поставил код, кстати, три пятерки. Если ты смотришь это видео, то смотришь это видео. Код три пятерки. Не знаю. Он завертый как бы. Поэтому, не знаю, проканает, не проканает. Но суть ты понял. И где стейк? А вот стейк. Какие дела? Использовать. Хе-хе-хе. Светло. Все, надо лететь домой. Ну нафиг я полосу перегруженный. А там лучи все падают и падают. Ты тут золотую тварь найти все не могу и не могу. А вес все кончается и кончается. Оу, прикольно. Вот. Поэтому решил принять решение. Точнее, принял решение валить, короче, уже до дома. И разгружаться. Как раз может хоть ночь пройдет. Ох. Вот это же гадость. Давно так не искал. Диабилизм. Да уж. В общем, так и назову серию. Искал дудо, нашел много кристаллов. Или облетал много кристаллов. Чем-нибудь типа того. Вернулся обратно. Сберу я это яйцо. Так что, ничего не знаю. Так и давай вернись на родину. Так, это разрушить. Понятное дело. Это надо за собой убирать все лишнее. Вот. Ну и собственно опять вот полетал. Опять кристаллы залутал. Кстати. Красный металлический, мать его, шлем. Прикиньте. Красный шлем нашел. Он вообще просто затащил. Обалденно. Так. Ну-ка, что тут у нас еще есть интересного? Желтые маскировочные штаны. И, кстати, практически фул маскировочный сет у меня вроде бы есть. Может даже не практически, а фул сет есть. Вот еще гель-удильщика, кстати. Это вроде бы другой. Да, это другой гель-удильщик. Да, это я желтый кристалл залутал. И там красный шлем был. Вот такие вот дела. Так что вот... А, фиолетовое копье, штаммовая винтовка синяя с патронами. Так что... Тоже, так сказать, есть что... Есть что из боя. А, у тебя там первый этап. Подожди, слушай. Ну-ка. А, нет. Вот. Сфрэмин. Это чисто у тебя все. Фундамент поставлен. А здесь у тебя стоят перекрытия. Да. Да, блин. В общем, не знаю. Я задолбался. Честно. Вот, честно. Безостановочно. Единственное, только останавливался немножко глаза размять это на 5 минут. Глаза, чтобы отдохнули. И все. А, три часа. Три, мать его, часа летаю по этим пляжам. Ни одного дыду добного меня нашел. Пять альфа-чей. В целом. Пять альфа-чей. Я их постоянно на каких местах я находил. На тех они местах и были. Пять альфа-долбных ублюдков бегают. Ни одного золотого. А, это все фигово. Это все дерьмово. И я не включил даже музыку. В общем, короче, народ. Ну и вон, нафиг этому голду, да-да. Найду, тогда я буду думать, что-то, когда-где. Найду, притащу к себе на базу, тогда уже и будем. И убивать пытаться, и притомить пытаться, и так далее. Но не раньше, и не позже. Ну, такие вот дела, народ. В общем, на этом я буду с вами, пожалуй, прощаться. Не забывать подписываться на канал, ставить лайк, комментирую, делиться своим мнением в комментариях. Обязательно, потому что я что-то спрашивал в комментариях и так далее. Кстати, напишите, вот эта защита почти полторы тысячи, это много? И насколько она дамаг уменьшает? Просто вот это реально интересно. То есть, допустим, если динозавр дамажит, допустим, тысячу, то при таких шмотках, то есть при такой защите, он будет снижать, то есть он будет бить, допустим, 200. Вместо тысячи будет 200 бить там. И так далее. Ну, напишите, реально очень интересно, потому что я не понимаю броня, и почитать я всё не могу добраться. И стопудово сейчас так же не доберусь и не почитаю. Вот такие вот, народ, это чьи-то такой, это чьи-то такой. Оу, вода спитерна, понятно. Просто так издалека на этого, на... Ой, господи, кецеля, кецель-куатли был очень сильно похож. Ну да ладно, в общем, народ, всё, у меня уже реально всё, глаза замылились, я ничего не могу найти, никого не могу найти, и всё очень фигово. В общем, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока. Конченый сон, дудой, ублюдочный тварь.